Добрый вечер. О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Екатерина Зубарева. Смотрите в этом выпуске. Опять больше 60 случаев за сутки. Есть и летальные исходы. Свежая данная по коронавирусу в области. Я иду по собственному желанию, поэтому страха, волнения особо не испытываю. Новобранцы коронавируса не боятся. Первых призывников в Кирове отправили на службу. В каких условиях они будут добираться до своих частей? Посещать нельзя запретить. На территорию кировских кладбищ можно въехать на машине только на особых условиях. Строит ли в Кирове крематорий и нужен ли он жителям города? Искусство и литература больше не онлайн. В Кирове открылись библиотеки и музеи. В Кировской области от коронавируса скончались две женщины. 84-летняя жительница Вятскополянского района и 71-летняя кировчанка. Таким образом, количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 30. Всего за сутки в регионе выявлено 64 новых случая заражения с симптомами заболевания. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента. Всего в инфекционных госпиталях 683 человека. Еще 390 лечатся амбулаторно. У них нет симптомов болезни. За сутки из больниц выписаны 148 человек. Без массовых проводов, зато в защитных масках. Первых призывников в Кирове отправили на службу. Весенний призыв стартовал 1 апреля и закончится 15 июля. Перед отправкой будущим солдатам делают тест на коронавирус и измеряют температуру. С собой в путь каждому призывнику выдается комплект масок и дезинфицирующих средств. Часть ребят отправится на службу по железной дороге в отдельных заранее обработанных вагонах. В этом году в ряды вооруженных сил вступят больше полутора тысяч призывников региона. Как заверяют вирусов, не боятся. Я не боюсь идти. Нас каждый день обрабатывают руки на социальной дистанции от линии начертаны. Каждый вечер у нас идет поверка. Измерение температуры выдают маски каждые три часа. Я иду по собственному желанию, поэтому страха, волнения особо не испытываю. Сначала берутся анализы на коронавирус. И только после того, как подтвердится, что результат отрицательный, нас уже начинают дальнейшее расположение в казарме. Поэтому страха нет. Власти пошли на уступки рестораторам. Условия работы летних кафе упростили после жалоб предпринимателей. Согласно постановлению правительства, заведениям с уличными террасами разрешили открыться 16 июня, но с определенными ограничениями. Например, изначально заявлялось, что использовать можно только одноразовую посуду. Сотрудники должны сдавать тест на ковид еженедельно. Владельцы заведения общепита отказались работать на таких условиях, потому что это слишком затратно. В Министерстве экономического развития пошли на уступки. Теперь тесты на коронавирус носят рекомендательный характер. А одноразовую посуду надо использовать только в тех кафе, где нет посудомоечных машин. Кировчане не могут разобраться, как посещать существующие кировские погосты. Речь в частности о личном транспорте. Мало ли что-то тяжелое до могилы нужно довести. Цемент, например, для памятника. Герой нашего следующего сюжета так и хотел поступить, но путь ему преградил охранник. Моя коллега Зоя Попцова разобралась, в чем дело. Готова рассказать, кому можно, а кому нельзя подъезжать к могилам на личном транспорте. Я пришел на кладбище, и мне говорят, нифига не получится у тебя, родной. Пешком ходи, бери с собой все, что ты там принес, и неси. Ну, ребят, это же как бы нехорошо, это же по-человечески. На основании постановления, правильно, должен быть какой-то порядок. Если здесь каждый будет заезжать так, как он хочет, это будет беспорядок. Подобный разговор между Дмитрием Кутявиным и смотрителем Филийского кладбища уже состоялся утром. Тогда Дмитрий приехал, чтобы благоустроить могилы своих родных. С собой взял строительные материалы. Проехать до могил, которые, к слову, находятся в разных частях кладбища, он планировал на машине, но ворота оказались закрыты. На них объявление въезд транспорта ограничен. Я когда пришел туда, спросил, говорю, в чем проблема? Мне сказали, проезда нет. Проходить можете? Все. Я говорю, понятно. У меня, говорю, ситуация такая. Я говорю, пришел, у меня три могилы. То есть прибраться, убрать лист, скосить траву, где-то покрасить оградку. Ну, короче, привести в порядок, как положено. Мне говорят, идите, берите с собой, несите все. Я говорю, понимаете, у меня там три фляжки воды по пять литров, мешочек, песочку там где-то подсыпать, коса. Все это я, говорю, за раз не принесу. Смотритель Филийского кладбища Александр каждый раз при встрече ссылается на постановление администрации города Кирова. В нем прописаны правила посещения кладбища. Но Дмитрий настаивал на своем и позвонил во всевозможные инстанции. В районе 20 звонков я сделал. Снязева я связался, озвучил ей всю свою ситуацию. Она сказала, что по громкой связи, в присутствии молодого человека, она сказала, что они занимаются самым упростом, что ворота закрывать не должны. На Макаревском кладбище аналогичная ситуация. Ворота закрыты, и на них висит объявление, что доступ на кладбище ограничен. Поэтому мне остается только припарковаться на парковке. И таких правил придерживаются практически все посетители кладбища. А как вы к этому относитесь? Нейтрально. Да, меня это не напрягает. Побинки сегодня был, целый год был сегодня. Моему пряту двоюродную. А заход ты как поедешь? Ворота на замке. Как поедешь? Мы не подъезжали, знаем, что ворота закрыты. Плохо. Что песком далеко идти. И почему-то кого-то пускают, кого-то нет. И сбрали. Как пояснили в администрации города, такие правила действуют с начала этого года. То есть, дело не в эпидемиологической обстановке. В соответствии с постановлением администрации города Кирова, от 28 января заехать на машине на территорию захоронений могут лишь траурные кортежи. Лица с ограниченными возможностями – мужчины старше 60 лет и женщины после 55. А также специальный транспорт, который везет над могильное сооружение. Он есть в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле, но никак не может появиться в Кирове. Крематорий. В очередной раз его пытаются построить в нашем городе. Более того, как выяснила моя коллега Елена Чехомова, спрос на такую ритуальную услугу в регионе есть. Нет, не рано. Живу-живу и умру. А в землю сырую мне не хочется ложиться, чтобы меня черви съедали. Галина Алексеевна не боится неудобной темы и думает о будущем, вплоть до смерти. Решила выбирает кремацию. Ее пугает, что захоронения часто никому не нужны и заброшены. И главное, что они повсюду. Конечно, нужен крематорий. Вы посмотрите вокруг города, что одни кладбища – Макарья. Потом новое кладбище у Радужного. Ужас, что там уже делается. Филейка. Ну, я не говорю о Петелинском и Лобановском. Там уже все. В Бахту уже хоронят, ездят. Куда еще? К тому же, по данным похоронных бюро, с местами на кладбище все непросто. В Макарье и на Филейке, например, новых мест нет. Только если подзахоранивать к могилам родственников. А где-то живые и мертвые оказались в непосредственной близости. Так, в районе Бахты еще два года назад многодетным выдали участки по соседству с кладбищем. Вышел во двор, и вот они, могилки. Управляющий ритуальным салоном Игорь Лемешков поддерживает идею кремации. Но оформлял такие заказы лишь несколько раз. Все из-за цены. Вот был бы в Кирове крематорий, говорит, сжигание бы не дороже 12 тысяч стоило. Не надо дорогой гроб покупать. Вот ящички есть специальные, небольшие. Не придется яму большую копать. Это, кстати, тоже недешево. По правилам на 180 сантиметров в глубину. Но и участок на кладбище 2 на 2,5 метра будет не нужен при кремации. Часто очень спрашивают, но так как она людям получается, из-за того, что у нас крематория в городе нету, обходится она дороговато. Обходится как двое похорон. Если похорона обходится примерно 1020, то кремация обходится 1045. Из-за того, что мы возим в Нижний Новгород, в Екатеринбург возим. Конечно, думать о смерти никто не хочет. Тема деликатная. Но, тем не менее, кировчане в целом не прочь сказать, нужен ли Кирову крематорий. Мнение 50 на 50. Думаю, что не нужен. У нас достаточно земли и хорошее кладбище. Да, я бы хотела, чтобы не аккремировали. Думаю, что нужен. Также животных нужно где-то аккремировать. Думаю, что нет. Земли много в России. Кладбище, по-моему, перегружено все. Традиционные, скажем, способы нам ближе пока еще. Землицы-то уж мало становятся-то. Пора бы и, в общем-то, крематорий. Зачем? Мы люди православные. Людей надо хоронить, а не сжигать. Именно позиция церкви и вообще вопрос религии чаще всего упоминается противниками кремации. Для нас это совершенная дикость, для русско-православной культуры, чтобы человека сжигать. Но в расценках похоронных бюро перед кремацией в других городах и есть пункт отпевания. Так что кто-то в этих вещах противоречия не видит. А вот мы готовим площадку, где было построено здание крематория. Планировал небольшую часовинку на территории крематория и Андрей Катаев. Это съемки 2014 года. Предприниматель осваивает свой участок на Луганском проезде, недалеко от БХЗ. Уже в 2015 году здесь планировали кремировать людей. Вот это место спустя 6 лет. Нет здесь крематория и даже стройки нет. Хотя с 2009 года генпланом предусмотрено строительство крематория именно в этом месте. А причина банальна. Выросли цены, ушел инвестор, а новый пока не нашелся. А болотистый участок уже подняли, налоги за него заплачены, не одна сотня тысяч. То есть сейчас это все становится менее возможным вообще строительством? Да почему как бы... В принципе стоимость проекта сейчас варьируется в районе 90-100 миллионов. Полностью под ключ. То есть сроки окупаемости в пределах 5-7 лет. Все-таки надеюсь, что возможно найдется в Кирове такой человек, у которого есть деньги, и он готов будет уложить строительство крематория. Андрей Катаев понимает, что ожидание дорого, и участок рано или поздно нужно начинать использовать. Но пока не отказался от своей идеи. Дай жителям своего города альтернативу традиционным захоронениям, какая есть во многих других городах. Елена Чехомова, Алексей Зырянов, Александр Брызгалов, Владимир Лисик. Бюро новостей Довича. Некоммерческие охотохозяйства просят включить их в список отраслей, пострадавших от COVID-19. С такими обращениями представители организации регулярно обращаются в Минсельхозобласти. В ведомстве посчитали, из-за пандемии коронавируса 88 охотохозяйств потеряли около 40 миллионов рублей. Поэтому они нуждаются также в мерах поддержки, как и малый и средний бизнес. Сейчас решается вопрос, относить ли их к социально ориентированным. Кроме того, охотникам предлагают выделять гранты на программы по охране объектов животного мира. Также письмо о поддержке охотников направлено в правительство России. Организации, отнесенные к социально ориентированным, они также вправе получать государственную поддержку. И в случае, если эта работа будет успешной, то наши охотпользователи тоже могут получить в этих сложных условиях какие-либо дополнительные льготы и преференции. Братьев-сирот Антона и Дениса Шабардиных из Куменского района незаконно лишили прав на жилье от государства. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области. После выхода в эфир сюжета на эту тему на нашем телеканале ведомство провело проверку. Напомню, Антон Шабардин в интервью рассказал, что неоднократно обращался в органы опеки Куменского района и просил включить его в список детей-сирот, нуждающихся в жилье. Ответа мужчина так и не получил. Позже сироте сказали, что документы утеряны и он старше 23 лет, а значит прав на жилье не имеет. В итоге выяснилось, что в 2003 году администрация Куменского района необоснованно закрепила за близнецами право пользования квартирой в поселке Речном. Там они жили вместе с бабушкой. Собственниками жилья были братья, их мать и бабушка. А по закону за сиротами сохраняется право только на жилье, находящееся в государственной или муниципальной собственности. В адрес главы Куменского муниципального района внесено протестный незаконно-правовой акт, а также представление с требованием устранения нарушений законодательства. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области. Кирово-Чапецкие полицейские вернули деньги пенсионеру. К правоохранителям обратился 73-летний мужчина. Он сообщил, что из его дома пропали 20 тысяч рублей. Как пояснил мужчина, на днях к нему обратились беженцы, так они представились. Говорили, что нет денег. Мужчина пожалел их, привел в дом и дал тысячу рублей. Пропажу остальных денег обнаружил только после ухода гостей. По горячим следам злоумышленников задержали. О других происшествиях расскажем далее. В Чулебинской области грузовик протаранил пять машин на трассе М5. В итоге два человека погибли и шесть получили травмы. В момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что на дороге образовался затор, но это не остановило грузовик. На большой скорости он в буквальном смысле смял легковые машины и восстановлению не подлежат. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Сейчас водитель задержан. Ему грозит до семи лет колония. В Одессе упал легкомоторный самолет. Погибли два человека. Сегодня прямо на дорогу в Малиновском районе рухнуло воздушное судно. На борту находились два пилота. Один мужчина, 65 лет, умер сразу после крушения. Второй скончался в больнице. По предварительным данным, причиной аварии могло стать плохое самочувствие пилота. В Скове завершено уголовное дело о нарушении санитарных правил. Так, в середине мая 66-летний мужчина, заболевший коронавирусом, самовольно покинул больницу. Где проходил лечение и отправился на железнодорожный вокзал. Где создал угрозу массового заболевания людей. Благо, мужчина дальше не уехал. Его прямо в зале ожидания остановили сотрудники полиции и направили обратно в больницу. Сейчас суд будет решать, как его наказать. Сейчас ненадолго прервемся. Впереди много интересного. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. 38 тонн детсредств для избирателей. Избирком региона готовится к голосованию по Конституции. Не больше пяти человек и только в маске музея и библиотеки начинают работу в условиях пандемии. Останки древних животных прямо под ногами. Как кировчане пополняют коллекцию палеонтологического музея. Это «Давича» и мы продолжаем. Собственника лесопилки в деревне Подгорена могут оштрафовать за нарушение правил хранения отходов. А также обязать приостановить работу из-за нарушения уровня шума. Об этом рассказали в Министерстве охраны окружающей среды и Роспотребнадзоре Кировской области. После обращений местных жителей представители ведомств выехали на объект. Напомню, жители деревни Подгорена жаловались нашей съемочной группе на лесопилку рядом со своими домами. С их слов, предприятие появилось полтора года назад. С тех пор люди буквально живут под звуки электропил. Измученные жители обращались в прокуратуру, администрацию Слободского района к активистам ОНФ. Выяснилось, что деревянные изделия, выпускаемые лесопилкой, относятся к четвертому классу опасности. А само предприятие находится в рекреационной зоне. Отходы складируются вне специально отведенного места. Навалом на земле располагаются без использования твердого покрытия и без защиты атмосферных осадков. То есть, соответственно, они могут раздуваться ветром, попадать у нас в атмосферу, загрязнять окружающую природную среду и соседние земельные участки. Мы настаиваем, конечно, на своих первичных требованиях. Это запрещение деятельности. Максимальный срок запрета деятельности – это до 90 суток. Но во время запрета деятельности индивидуальный предприниматель должен привести свою деятельность в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В Кировской области идет подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. К работе приступили более тысячи избирательных комиссий всех уровней. Сделать свой выбор можно не только на самом участке, но и дома. О том, как будут соблюдаться требования безопасности при процедуре, смотрите далее. Вот экраны защитные. Вот, смотрите, такие. Раз. Можно даже примерить. Экраны, бесконтактные термометры, перчатки, одноразовые халаты и 38 тонн ДЭС-средств для обработки руки поверхностей. В Кировской области полным ходом идет подготовка к голосованию. Задача – сделать его максимально безопасным. Выделено около 90 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты членов комиссии. Все они, это 10 тысяч человек, будут обеспечены масками из расчета их замены через каждые два часа. Это маски многоразовые для членов участковых избирательных комиссий. Приоритет был сделан местным товаропроизводителем. Избиратели, которые придут на участок без маски, получат ее прямо там. Также человеку будут выданы одноразовые перчатки и ручка. Такой же комплект будут выдавать и при голосовании на дому. Есть бюллетень, ручка для волеизъявления и подписания заявления о желании проголосовать на дому. Перчатки одноразовые. Вот здесь клеящая поверхность. Она отрывается. Все туда помещается в участковой комиссии, обрабатывается, заклеивается. И складывается в обычный целлофановый пакет, который можно повесить на дверь и бесконтактным способом передать участнику голосование. Условия безопасности для тех, кто будет голосовать на участках и дома равные, отметили в избиркоме. Само голосование намечено на 1 июля. Но у кировчан есть возможность проголосовать заранее с 25 июня в течение 7 дней. Это сделано для того, чтобы в период пандемии разгрузить избирательные участки и обеспечить безопасность людей. Будет применяться и система «Мобильный избиратель», то есть человек голосует там, где находится. Чтобы проголосовать, необходимо подать заявление через портал Госуслуг. На телефон придет уведомление, к какому избирательному участку он прикреплен и куда может пойти проголосовать. В ближайшее время на досках объявлений у домов появятся информационные материалы о предстоящем голосовании с адресами и телефонами избирательных комиссий, по которым можно задать уточняющие вопросы. Музеи и библиотеки больше не онлайн. Со вчерашнего дня для кировчан стали доступны выставки и книги с соблюдением всех мер профилактики. Как именно теперь работают эти учреждения, выяснила Елена Шарыгина. На выставку «Блокада Ленинграда». Как только в 10 утра художественный музей открылся, на пороге появилась Мария Климентьева. Девушка на выставках – частый гость, но несколько месяцев ей приходилось культурно просвещаться исключительно онлайн. Поэтому сегодня решила не медлить и сразу отправилась на новую экспозицию. Это такое долгожданное открытие, потому что люблю посещать музеи. И в связи с ситуацией, конечно, не было возможности прийти, посмотреть новые выставки, посвященные ко Дню Победы. Великой Отечественной войны. И вот сегодня первым делом сразу же сюда, к открытию, смотреть живьем уже. Не в онлайн формате, а живьем. Мария заранее изучила санитарные требования к посетителям. В общем и целом, условия, как и в магазинах. Дистанцирование, маска, антисептик. Но это не все. В гардеробе и на кассе музея каждый посетитель должен заполнить вот такую анкету. Без нее посечение залов запрещено. Здесь нужно указать фамилию, имя, отчество, телефон, электронный адрес. Также нужно отметить свое состояние здоровья и ознакомиться с правилами посещения музея. Количество посетителей зависит от площади музея. На каждого человека должно приходиться не меньше 25 квадратных метров. Группами нельзя, максимум два человека или одна семья. В выставочный зал так просто не зайти. На входе стоит сотрудник, который выдает маски тем, у кого с собой их нет. А также обрабатывает руки антисептиком. И только после всех этих процедур посетитель может пройти дальше в зал. Ну и соответственно, вы видите, идет уборка территории. У нас находится человек, который убирает эту территорию раз в два часа с хлоркой, со всеми надлежащими составами. В музее решили не отказываться от цифровых помощников. В одном из залов при помощи смартфона и мобильного приложения можно пройти онлайн-экскурсию без гида. Чтобы узнать интересные факты о создании произведений без экскурсовода, необходимо открыть приложение «Артефакт», навести камеру мобильного телефона на конкретное произведение. И там можно увидеть, как оно выглядело до реставрации, а также узнать какие-то интересные детали его создания. Такая услуга пока есть только в Вятском художественном музее. Все остальные учреждения работают в старом формате, на безопасном расстоянии. И в маске о выставке расскажет экскурсовод. Вместе с музеями со вчерашнего дня открылись и библиотеки. Но посещать их можно только по предварительной записи и с соблюдением всех санитарных мер. Например, между посетителями должно быть расстояние не меньше пяти метров. Кстати, все нововведения, которые касаются работы библиотек и музеев, не относятся к Вятским полянам, Малмышскому и Уржумскому районам. Там все ограничения пока сохраняются. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Сергей Лошкарев, Бюро новостей Давича. В Палеонтологическом музее тоже ждут посетителей, готовые удивлять находками. За три месяца экспозиция музея пополнилась, в том числе и благодаря кировчанам. Совсем недавно горожане принесли в музей кость древнего животного. Говорят, нашли случайно на берегу Вятки. Насколько уникальна находка, расскажет моя коллега Евгения Бакина. Сначала даже подумали, что это, возможно, позвонок какого-нибудь лося или коровы. Но нас удивил цвет. Кировчанка с любопытством рассматривает находку. Кость по размеру с ладошку и на солнце поблескивает, как уголек. Это сейчас понятно. Позвонок древнего животного. Нашел его муж Эллы в реке Вятка. В тот день семья Фарафоновых сменила обыденный маршрут. Вместо привычного пляжа выбрали уединенное место Филейский затон. Примерно там, народу там было совсем немного. Супругам здесь нравится. Людей мало, вода теплая и место неглубокое. Хорошо для детей. Глава семейства на всякий случай решил проверить дно. Нашел несколько коряг. Несколько выбросил на берег, чтобы прохожие и отдыхающие не поранились. А одна коряга его заинтересовала. Хотя она была, конечно, вся в грязи, но форма была достаточно интересной. И мы решили, что это, скорее всего, не коряга. Подтвердили догадки научные сотрудники палеонтологического музея. Туда кировчане и отнесли находку. Как выяснилось, это пятый-шестой позвонок бизона или овцы-быка. Пока научный сотрудник Владимир Масютин выясняет вид, но знает точно. Это животное 10-15 тысяч лет назад бродило в этих краях вместе с мамонтами. Объяснили специалисты, почему цвет позвонка угольно-черный. Это связано с тем, что находка была очень часто в воде. То есть оно темнеет. Но, опять же, это еще и может зависеть от породы. В руках Владимира еще одна кость. Да, другой цвет, потому что лежала в песке. Но находка древняя – это передняя конечность бизона. И ее тоже нашли отдыхающие на филейском затоне кировчане. И так бывает каждую весну после паводка, говорит специалист. Кости вымывают с течением, поэтому люди на них в буквальном смысле натыкаются. Но удивляться не стоит. В прошлом году в этом же месте кировчане наткнулись на такой череп. И сдали его в палеонтологический музей. При обследовании сотрудники выяснили, что это череп небольшого кабанчика, который жил 10-15 тысяч лет назад. Кабаны и даже лоси тоже жили во времена мамонтов. Вот и затылок рогатого. Его тоже нашли на вятке. Правда, в 2019 году. Поэтому специалисты просят кировчан не выкидывать найденные окаменелости, а сдавать на изучение в музей на Спасской-22. На сайте музея даже есть специальный альбом с находками кировчан. Посмотреть на них и на другие экспонаты можно будет уже сегодня. Палеонтологический музей спустя три месяца карантина заработал в привычном режиме. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!